Ну что, господа, ЦИК обновили дорожную карту и у меня для вас новости, о которых мы писали и говорили несколько месяцев назад. О подробностях поговорим через несколько секунд, а перед этим не забудь подписаться на наш телеграм-канал, чтобы не пропускать последние новости по разработке. Итак, еще в январе этого года я на канале выпускал для вас видео, в котором был расписан процесс релиза патча 3.23. Обновление до сегодняшнего дня содержало, пожалуй, пару достаточно знаковых нововведений, новый режим мастер-мод, грузовые лифты и постоянство ангаров, а также технология репликации. Если последнее это перенос с патча 3.22, то грузовые лифты и постоянство ангаров в релизе альфа 23.0 не будет. Разработчик решил перенести этот контент, так как не успевает доделать функционал до конца к моменту релиза полугодового патча. Я это вот подчеркиваю. То есть, все как мы и говорили. Цик собирает в корзинку много всякого и вкусного, а ближе к окну релиза выкидывают из него некоторый контент. Как мне кажется, основная причина того, что произошло, переоценка возможностей. То, что разработчика преследует последние лет пять как минимум. 3.23 оказался не совсем простым за счет того, что введение репликации как таковое должно изменить работу и взаимодействие баз данных. Однако, реалии теста показывают, что масштабирование на отдельные сервисы, а не на общий объем потока данных, приносит значительные проблемы. Я не говорю, что это плохо. В итоговом результате репликация должна работать без неудобств для игрока. Особенно это важно в реалиях работы одного сервера. Это большой объем запросов от игроков, нежели чем это было во время тестирования сервер-мешинга, когда Стэнтон был разделен на несколько областей, за которые отвечали отдельные серверные машины. Ну и в конце концов, это заняло гораздо больше времени, чем планировалось изначально. Вторым фактором можно назвать тестирование работы API Vulcan Release бета-версии, которого намечен также на 3.23. Здесь проблема заключается как раз в работе с объектами, так и с многопоточностью, у которой, к сожалению, вылезли проблемы. По словам ЦИК, они обратились с проблемой к компании AMD, чтобы решить этот вопрос на софтверном уровне. Ну и по мелочи тоже, интерфейсы, мастер-моды, новая пачка миссии для распределительных центров, сами распредцентры, собаки, птицы, и все это нужно сделать так, чтобы без проблем синхронно обрабатывалось как с клиентской, так и с серверной стороны. Поэтому да, можно нас считать вангой для молодых бейкеров. Уже те, кто с плесенью, как мы, давно поняли принцип разработки и не питали сильных надежд на то, что ЦИК справится с тем объемом, который они себе поставили. Так что постоянство ангаров и инстанции, грузовые лифты, банки айтемов и миссии по перевозке грузов переехали на версию 23.x, а это значит, что если релиз 23.0 на лайф стоит ожидать 19 или 20 мая, то версию 23.1 стоит опустить на лето. И не забывайте, что до самого ситкона мы будем жить в формате патча 23, после чего будет большой переход на версию 4.0. О ее содержании поговорим когда-нибудь потом. Что было добавлено в карты релиза, то, что я уже говорил ранее. Это поддержка API Vulcan и физика воды рендер и ее симуляции. Перейдем к другим новостям. Месяц назад композитор Squadron 42 Джефф Занелли дал комментарий по разработке проекта. Джефф писал саундтрек, за основу которого был взят уже использованный трек I held the line в вертикальном срезе 2017 года. Было сказано, что для Squadron было написано около 16 часов музыки. Джефф, видимо, зная сюжет, дал ему высокую оценку и отметил, что он будет развиваться во многих местах. Вот его цитаты. Я думаю, что все то, что делает Крис со Squadron 42, я его за это уважаю. Он не собирается допустить, чтобы все пошло наперекосяк. Посмотрим, как будет. Меж тем, согласно информации с месячного отчета, разработчики потихоньку начинают формировать рекламную кампанию, записывая трейлеры, кадры которых будут взяты прямиком из первой главы. Вот теперь из разряда теории. Разработчик не так давно запускал волны продаж билетов на ситкон, который пройдет в этом году в Манчестере. Было два типа билетов, простой и VIP. Их стоимость с учетом уплаты НДС в 20% составляет 300 и 420 долларов соответственно. Стоит ли подозревать, что увеличив значительно цену входного билета, Крис и команда не только покажут релизный трейлер и дату, но и для VIP-гостей откроют 40-минутный доступ к первой главе сингл-проекта. Так это или нет, узнаем через полгода. Пока перейдем к другим новостям. Датамайнеры выудили информацию о том, что разработчик приготовил сетку ресурсов для четырех новых кораблей. Avenger Titan, Gladius, Mercury Star Runner и Mantis от RSI. Отмечу, что пока в данный момент в экспериментальном режиме инженерки в арене Командера доступно два корабля. Gladius и Геркулеса 2. Последний имеет первую итерацию сетки ресурсов. Добавят ли в этот режим Titan, Star Runner и Mantis? Посмотрим на релизе патч. Однако ЦИГ еще в октябре говорили о том, что проводить тесты инженерки будут на Геркулесе. Меж тем, Али Браун, старший директор по графике и технологиям, дал свои комментарии по поводу работы API Vulcan в патче 3.23. DirectX 11 устареет, как только Vulcan достигнет или превысит стабильность и производительность на подавляющем большинстве аппаратных средств. Надеюсь, в следующих основных релизах. Это связано с тем, что DirectX 11 не поддерживает многопоточность или новейшие аппаратные функции и, следовательно, не поддерживает большую часть технологий, которую мы запланировали или которые находятся в активной разработке. Трассировка лучей, виртуальные текстуры, рендеринг без привязки и так далее. DirectX 12 в настоящее время не планируется, поскольку сейчас нет явного преимущества ни между DirectX 11, ни между Vulcan. И Vulcan постоянно обновляется, чтобы включать новейшие технологии. Мы используем версию 1.3 плюс некоторые дополнительные расширения. Если ситуация изменится в будущем, например, появятся новые API или версии, мы сможем провести переоценку, но большая часть работы на Gen12 Vulcan не была специфичной для Vulcan, а была связана с поддержкой API, которые представляют собой гораздо более тонкую абстракцию от графического процессора. И таким образом, если бы мы действительно захотели перейти на другой API, объём требуемой работы был бы значительно ниже. Была ошибка, из-за которой мы использовали слишком много видеопамяти, но мы полагали, что это исправлено. Если вы работаете на 4К и у вас графический процессор с большим количеством видеопамяти на очень высоких настройках, мы должны использовать до 12 ГБ. Но мы изучим использование видеопамяти на картах высокого класса на случай, если там всё ещё что-то не так. Также был его комментарий по циговскому обскеллу TSR. Новая система TSR, которая используется как для FX, EAMS, EAP, SS, EAP и SMAA, так и для дополнительного масштабирования гораздо эффективнее, ограничивая появление искажений, чем наше предыдущее решение TSAA. Однако некоторые незначительные искажения будут неизбежны. Но TSR в значительной степени зависит от того, правильно ли объекты сообщают о своем перемещении в программе визуализации, и в 3.23 мы видели, что у жестких анимированных объектов, например, дверей, есть ошибка, из-за которой они не предоставляют информацию о перемещении, что затем приводит к появлению на них серьезных ореолов. Сначала мы не заметили этого, потому что наша основная ветка с кодом после патча 3.23 полностью заменила систему рендеринга сетки на гораздо более быструю реализацию, в которой нет этой ошибки, и поскольку проблема уже исправлена, а исправление не может быть адаптировано к старой системе, нам, к сожалению, придется это сделать. Смиритесь с этой ошибкой до версии патча 3.23 и дождитесь следующего выпуска для исправления. К другим новостям. До 2 мая цик запустили реферальную акцию, по которой игроки, зарегистрировавшиеся по реферальной ссылке, получат в подарок корабль с пожизненной страховкой. На этот раз это Merlin P52. Если у тебя уже есть аккаунт с реферальной ссылкой, но нет стартового пакета, потратив 40 баксов на сайте, ты всегда можешь получить реферальный бонус. Ну и в конце отмечу, что на момент написания текста, 18 апреля, разработчик открыл доступ к EPU-3.23 для второй волны тестировщиков. В нее входят легатусы, консьержи, чей билинг начинается от 5000, подписчики и еще одна пачка активных в баг-репортах игроков. И на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк видео, если оно было полезным. Обязательно переходите в нашу группу Telegram через QR-код или по этой ссылке в описании следите за последними новостями. Не забывайте присоединяться к самой крупной корпорации в русскоязычном сегменте. Продолжение следует...